Добрый день! Небольшой обзор монитора Acer, купленного в магазине Online Trade, марка SA0 Series, там еще буквочки, в заголовке будет написано. Монитор разрешения Full HD, AMD FreeSync поддерживает, это когда в игре частота кадров в игре, в FPS, подстраивается, вернее монитор с герцовкой подстраивается под частоту кадров в игре. Нулевая рамка, то есть очень узкие края и сам тонкий монитор. Ипсовая матрица, не знаю, это видимо антиблик и комфортные какие-то режимы для просмотра. Вынимаем монитор, смотрим комплектацию. Значит, что у нас здесь? Книга с информацией, достаточно толстая, кстати, книга. У нас он потребляет 19 Вт, 28 кВт в год заявлено. 60 см или 23,4 см диагональ самого монитора. Подставка. Подставка глянцевая и, как пишут другие пользователи в отзывах, очень быстро она царапается при использовании. Ставим подставку, кабель питания. Блок питания. Блок питания внешний. Для кого-то, как сказал один из пользователей, плюс, для кого-то минус. Для него был плюс, для меня минус. Потому что много бесперебойников, в которые включаются сквозные кабеля. А здесь нужно будет его перепаивать. Но если купить бесперебойник, в котором кабеля используются евророзетки, то, конечно, там будет, можно подключить такой блок питания. Сигнальный кабель у нас VGA. Он один. HDMI нету. И, получается, это у нас ножка. Ножка. Открываем монитор. Так, что у нас здесь мы видим? Как тебе достать? Так, вот задняя стенка. Здесь у нас очень тонкая толщина монитора. Выходы HDMI и VGA. Но, как помним, комплектный кабель только VGA. И разъем питания. Все, больше ничего нет. Крепления веса, как видите, нет. На стену его прикрепить нет. Не будет возможности. Кнопки управления. Шесть кнопок. Обычно пять. Включение влево, вправо и подтвердите назад. Здесь шесть кнопок управления. Вот такой вот монитор. Sorry за блик. Монитор матовый. Вроде как антибликовый. Очень-очень тонкий. Толщина, наверное, миллиметра 6-7. Рамки от экрана, ну, миллиметра 2-3. Кстати, не всегда хорошо узкие рамки. Некоторым пользователям это не нравится. Потому что... Потому что идут засветы. Ну, то есть, глазу нужно фокусироваться на мониторе. Они на краю монитора фокусируются уже на то, что за монитором. И некоторые пользователи говорят нам, пошире рамку лучше взять, купить, чтобы там был сантиметр хотя бы, чтобы было комфортнее работать. Здесь у нас крепление на защёлке. Здесь у нас крепление на винте. Винт крутим. Вставляем и закручиваем. Всё. Ставим монитор. Включаем его. И посмотрим на тесте по цветопередаче. Подключил монитор к ноутбуку. Запустил онлайн-тест мониторов. Все эти цветовые штуки по геометрии, по мерцанию и прочее. Сразу обратил внимание, что рамка-то немного шире, чем я сказал 2 мм. 2 мм это пластик и стекло начинается. Но само изображение от стекла ещё отступает. То есть, если мы возьмём линейку и померяем от первого пикселя светящегося до края рамки, физической края рамки, то получаем примерно 6 мм. Это у нас получается чёрная рамка границы. Ну а сам пластик здесь тоненький. Соответственно, включён тест сейчас цвета. И листаем. Какой-нибудь нейтральный цвет выберем и посмотрим меню. Потому что на этом очень ярко. Красный цвет. Смотрим. Никаких битых пикселей нет. Насколько я знаю, на ТН-ах матрицах идёт белый светлый пиксель. То есть, если битый, то он горит белым. На Ипсах, по-моему, он чёрный. Но в любом случае ничего не наблюдаем. Ни белого, ни чёрного. Как говорят, допускается до 5 битых пикселей. И это не гарантийный случай. Но даже 1-2, они были бы очень неприятны. И сдать не сдашь. И по гарантии не отремонтируют. И пользоваться им было бы некомфортно. В данном случае полностью однородная поверхность. Однородный цвет. Никаких ни тёмных, ни белых точек. Всё чётко. Никаких градиентов нет. Хорошая цветопередача. Возможно, там читал по отзывам, что бывает засветка. Возможно, бывает засветка. Но сейчас посмотрим. Так. Бирюзовый. Вот белый цвет. Смотрим. Ничего нет. Вот чёрный цвет. Но даже при комнатном освещении видно внизу чуть-чуть, мне кажется, немножко засвет. Давайте сейчас посмотрим как раз таки меню. Здесь 6 кнопок. Первая кнопка – это кнопка включения. Они нигде не подписаны. Только методом тыка пришлось это выявить. Вот я монитор выключил. Вот я монитор включил. Вторая кнопка от края. У нас режимы. Ещё раз её нажимаю. Выходит меню. Соответственно, вниз-вверх, влево, в Enter-назад и какое-то меню ещё. Так, это я случайно его выключил. Ждём. Так, меню. Меню. Здесь у нас получается. Так, первая, вторая. Так, picture. Яркость, контрастность. Чёрный цвет. Видимо, по каналам blue light можно убирать. Супер шарпность – это резкость. Так, ушло. Дальше поехали. Оп, сори, что я тут запутался. Кстати, у DELA удобнее меню, чем здесь. Так, с этим разобрались. Дальше. Color. Цветовая температура. И по каналам можно. То есть, гамма 2.2, color warm, тёплый цвет. И по каналам можно сделать. Аудио нету. Гейминг. Можем настроить гейминг. Прицел. Даже я видел тоже в отзывах, что есть по поводу прицела. Там эти моменты, типа читерства парень говорил. Так, сейчас посмотрим русский язык. VGA, full, normal, information. Reset, setting. System. Вот здесь же должно быть что-то. Поехали вниз. Auto. Нету. Так, назад. Вниз полистаем, что здесь есть, еще ниже. Вертикальная позиция, фокус, таймер какой-то. Так, назад. Вниз color. Опять гейминг. Вот, кстати, включается FreeSync для синхронизации кадров. Терфон по умолчанию включен. Вот, OSD Language. Выбираем. Так, выбираем Language. И ищем русский. Ага, вот отлично. Русский. Так, еще раз пройдем. Система вход VGA, автоисточник, широкий режим, горячие клавиши, установка черного HDMI, информация, разрешение 1920 на 1080, 67 кГц, 60 Гц. Хотя заявлено, что 75 Гц, но в данном случае 60 Гц он пока что выдает. Возможно, это зависит от ноутбука. Ну, скорее всего. Хотя, не факт. Так, что у нас есть еще? Другая кнопка. Вход автоисточник, типа VGA, горячие клавиши. Следующая кнопка. И контрастность. Следующая кнопка. Яркость. И последняя кнопка. Это авторежимы. Значит, стандарт, экологичный, для графики, для кино. Поднимаемся вверх. Пользовательски, видимо, можно настроить. И игровые. Gaming, Game 1, Game 2, Game 1. Action, гонки, спорт. Ну, чисто такие игровые, наверное, режимы. Так, все. В стандарт. Выхожу. И поехали дальше по тестам. Это у нас был черный по цветности. Вот у нас градиенты. Градиенты достаточно плавные. Красный, желтый. Зеленый, салатовый. Или желтый, зеленый. Зеленый, голубой. Голубой, синий. Синий, фиолетовый. А, по спектру только сейчас заметил. Красный, желтый. Желтый, желтый, зеленый. Зеленый, голубой. Голубой, синий. Синий, синий, фиолетовый. По спектру, по радуге идут. Фиолетовый, красный. Круг замкнулся. На мерцание. То есть, оно, если плохое качество монитора, сигнала кабеля, немного мерцает изображение. В данном случае, ничего, никакого мерцания я не вижу. Здесь небольшой муар, но он равномерный и еле-еле заметный. Кстати, вот на вот этих режимах мерцания, монитор реально себя ведет лучше, чем Dell. Да и по внешнему, внешнему виду тоже весьма интересный дизайн. Так, резкость. Это по поводу резкости. Ну, все вроде точки, все черточки, все видим. Тоже толщина линий, геометрия. Яркость, контрастность. Вот здесь вот в каждом квадрате есть дополнительный квадрат с другой тональностью. Я их вижу, в принципе, все. На камере может немного не отображаться. Но попробуйте этот тест на своем мониторе, вы их увидите. Тест можно найти очень просто. В Яндексе, Гугле забиваете онлайн-тест монитора. И второй ссылкой в monitor.ru, что-то типа того, выходит этот тест. Градация. Темного, серого. Яркость, контрастность. Режим яркости, контрастности тесты. Белые. Концентрические круги. Геометрия вот сетки. Все четко у нас по линии, по периметру идет хорошо. И, соответственно, сеть диагонали тоже. Все видно. Это на динамику. На динамику, на шлейфы, не шлейфы. Тоже, в принципе, вполне ничего. Ну, как и на других мониторах, собственно. Стандартные бюджетные мониторы до 10-11 тысяч рублей. Вот на вот этом тесте, на мой взгляд, они ведут себя абсолютно одинаково. При быстрых динамических движениях видно небольшой шлейф. Особенно это видно на девочке с качелью. Вот это последний тест. Вот здесь, на мой взгляд, прям очень хорошо видно этот шлейф, который остается за ней. В принципе, все. Тест закончен. Монитор вполне неплохой. Достоин для рассмотрения. Можно даже сравнивать реально с Dell'ами. Мне очень понравился. Он достаточно хороший. Важный момент, что в отличие от DEL'а, здесь внешний кабель питания, блок питания, а там он был внутренний. В многих моделях DEL'а идет HDMI кабель в комплекте. Здесь только VGA, поэтому если вы хотите подключить по HDMI, то, соответственно, нужно докупать. И сейчас все большее распространение входит, наверное, в DisplayPort. Раньше он появился очень давно, но в мониторах я видел его крайне редко. Сейчас он стал появляться в материнских платах. DisplayPort характерен тем, что он поможет поддерживать более высокие разрешения мониторов. То есть, вот эти все 4К, 8К более комфортно, более лучше, они работают на DisplayPort. HDMI тянут 4К, там даже 4000 на 2000, по-моему, это уже 8К тянут. Но DisplayPort изначально заявлен как разъем нового поколения для высокоточной графики, для большого расширения. Вот поэтому VGA уже, наверное, в принципе не нужен, кроме как для подключения как второй монитор, либо для старых систем. Сейчас смотрим мониторы, это либо HDMI, либо DisplayPort. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok